Боже мой. Друзья, я надеюсь, вы видите размер этих хлопьев, которые валятся с неба. Такая красотища. Прям зимушка и зима. Стой, Дедушка Мороз, не падай. Питерцы, кто здесь живет. Как вы терпите этот холод! Ребят, вот как вы понимаете, какой дурдом? Это все наши вещи. Браво! Надо понять размер. Предлагаю рядом лечь вместе с ней. Не уезжай, я тебе все прощу. На мамин мой... Не на мой любимый шоппинг. Ребята, я влюбилась, смотрите. Ну не ж могла я, не ж могла. Прям реально piece of art. Снегом завалила Куршевель. Это еще не конец. Так, ну что, ребята, заехала тут в гости к Миланке и смотреть, что увидела. Миланка действует по заслу. Да, смотрите, еще журнальчик такой, божечка. Да, вы любили мина, да? Да, вообще. Теперь еще не то, что там ничего. Так, что тут у нас? Вот она. Во всей своей красице. Плют в совершенстве. Ё-моё. Ё-моё. Пойдемте, пойдемте. Я вам покажу. Я вас покажу. Я вам покажу. Я вам себя покажу. На фоне вот этой вот красоты. Круто, да? Ну да, все шикарно. Это, как всегда, наш любимый. Это, как всегда, бест декор, ребят. Причем, знаете, что хочется отметить? Что это компания, российская компания, что они приятны. Причем они собственным производством. То есть все игрушки, которые вы видите здесь, производятся в России, сделаны с любовью. Я знаю. Всеми, конечно, просто гуру, гуру всех декораторов. Человек с огромным опытом работы, с нереально классным вкусом. Лидия Симонова, которая уже который год украшает мне дом. Лида, прям вот сердечко вам отдельно. Спасибо большое, Лида. Еще раз. С наступающим Новым Годом. Он уже наступит, когда ролик выйдет, я тебе по секрету хочу сказать. Да, ну, значит, хорошо, ребятка. Пойдем быстрее собирать тебя в Крушевель. Друзья, всем привет из Стамбула. Значит, мы прилетели сюда, потому что у нас connection flight. Мы в этом году решили опять поехать кататься на озере Крушевель, потому что, во-первых, мы там все знаем. Там самые лучшие трассы для Лео и для меня, потому что я до сих пор боюсь высоты. Ребята, что я хотела еще сказать. У нас не выпустили с нами папу. Это, конечно, просто полнейший кошмар. Я хотела вам сказать, что перед тем, как куда-то вылетать, проверяйте на госуслугу свои штрафы. У Миши оказался неоплаченный штраф на квартиру, в которой мы, кстати, уже давно не живем, но, знаете, так стоит на всякий случай в Москве, чтобы была московская прописка. Ну, в общем, 20 тысяч рублей привели к огромным потерям. Пришлось регистрировать багаж здесь на меня. А это сноуборды. Мой Миша на все снаряжение стоило больших денег. Порядка двух тысяч евро от перевес багажа. Короче, полный сюр. Билеты, трансфер теперь Миши. Надо заказывать свой отдельно. Я очень надеюсь, что эта ситуация решится за один-два дня. И Новый год мы с Мишей встретим вместе. А вам приятного просмотра вложек. Я вам хотела показать аэропорт Стамбула. Как он выглядит красиво. Все наряжено. Бутики все сверкают, светятся. Прямо зовут и говорят, Мила, найди к нам. Да, и, кстати, именно в этом аэропорту задалось очень большое, огромное количество магазинов. Мы, карта с Любовью Андреевной, опоздали на самолет и провели всю ночь именно здесь. Так, друзья, ну что, наливаемся в какой-нибудь чаек и пьек. А если кто-то смотрит вечером, можно сегодня покрепче. И вам приятного просмотра. Как красиво все оформлено. Смотрите, какая 3D-инсталляция у Луи Виттон. Но мы проходим мимо, да. А я хочу все-таки зайти в Диор. Думаю, как я хотела эти ботинки. 1290 евро. Вернее, такие кеды на толстые подошвы, высокие. У меня прям был готов под них образ, но не нашли размеры тогда. Пожалуйста, резиновые сапожки. За, ох, думаю, 1950 евро. Мне кажется, очень много. Ну, тоже классика от Диор. Смотрите, какая интересная саба. Блин, ну они очень тяжелые. 890 евро. Очень люблю кеды от Диор. Особенно вот эти с носочком. Очень удобно их надевать. И, собственно говоря, снимать. Сколько? Минус 100. 850 евро. Так, ну это тоже же, так скажем, классика. Классическая модель. Кед от Диор. За 890 евро. Сумочка. Ну и, собственно говоря, я. Друзья, ну не прошло примерно часов 18, да, наверное, свет? И мы на месте. Мы будем жить первую ночь в отеле Палас Денеш. В этом месте мы уже не первый раз. И потом переедем в наши любимые апартаменты Six Senses. Такое, видите, здесь все сделано в стиле шале, все в дереве. Друзья, добро пожаловать в доме гномиков. Итак, это наш номер. Почему я его называю доме гномиков? Потому что мы жили ровно в этом номере 4 года назад. И здесь очень низкий потолок. Ну так приятно. Представляете, вот мы не бронировали специально этот номер. Но есть какая-то, наверное, карма, судьба, не знаю. И опять мы здесь. Ванная. Но я так пока заходить не буду, потому что я еще не разовалась. Вот, кстати, косметика от NUX. Что у нас там? Душевая, ванная и уставшая Милана. Все, ребят, у нас покойная ночь. О, ничего себе. Мистер Кучмент. Мистер Кучмент, where are you? Ну, там на 100% комплементарное письмо. Бутылочка моет Шандон. Как это все прекрасно. Так, ребят, ну что, делаем вот так вот. Оп! И я в завтрашнем дне. Так, ну что, наша банда с Бори. Идем на лазилки. В общем, мы прилетели и решили первый день не ходить кататься. Лео, Стефания, Кира. В общем, у нас детей много. Я сегодня за старшую. Ребят, ну смотрите, какая красота. Представляете, вчера льел дождь, а сегодня светит солнце. Всю ночь солнцем снег. Боже мой. Да ты что? Идем в батушку. Хорошо, Лео. Мы сегодня обедаем в Капкорне. Смотрите, как красиво сервирован стол. Свечи горят. Белые салфеточки. Счастливый ребенок где-то у меня. Пока тишина. Надеюсь, сегодня будут танцы. Вот этим пишется на английском. Название на французском, а внизу. Так, ребят, ну вот цены. Капкорн один из самых дорогих ресторанов. Так, ну что, друзья, доброе утро. Сейчас вам с Миланкой пожелаем. Вот сюда вот в зеркало. Всем привет. Да, привет. Миланка с плачем. Смотрите, у меня еще новые очки. Мы собрались, короче, поехать на культурную программу в наш любимый город Санкт-Петербург. Так, что у тебя за новые классные уги? Почему у меня таких нет? Потому что пока мне привезли одни на пробу, если я пойму, что они реально классные, мы, естественно, закажем еще одну. Это тренд. Наступившие зимы уги на платформе. Да, да, да. А сейчас, кстати, вообще девчоночки, платформа возвращается... То есть это не платформа, а танкетка, наверное, да? Платформа. Нет, платформа – это когда вот так, и как бы танкетка возвращается, мне кажется. Да, ну ладно, если что, нас поправят. Девушка, девушка, какие у вас любимые бренды? Это называется, да? Шо? Шо? Я люблю Луи Веттон. Я люблю Фэншн ТВ. Расскажи нам, что у тебя зайчики? Ой, это у меня крутые очки. Я знаю, что они новые. Боттега Венета, да, который я купила сейчас в Бай. Купила себе новый шарк Луэвэ. И купила себе новые джинсы Луэвэ. Смотрите, какая красивая елочка в аэропорту. А вот такие-то непонятные. Красиво, да? Да. А, представляешь, что будет на Красной площади? Я предлагаю вот Этихат. Да, может быть, Этихат все-таки? Что? Может, все-таки Этихатом полетим в теплые края? Этихат, ты знаешь, такую компанию, да? Yes, это Дубайская компания. А, балдис. Я впервые, а не с ней. Чему бы это? Все вокруг напоминает Дубай. Да, да. Но мы были бы и не мы, если бы мы не пришли в терминал, который не наш. Короче, у нас терминал Б, а мы пришли в терминал С. А вылет у нас 12.20, а время 11.30. Опоздать, конечно, не очень бы хотелось, так что мы ускоряем. Иванка там сзади чешет, вот, а я бегу. Ну что, у нас сегодня сериал «Блондинки в аэропорту». Просто повернулась, Андреевна направо, она привезли нас именно в тот терминал, потому что уже водителя у меня получит. Нет, там было С, а здесь Б. Так, ну что, неужели мы не опоздаем на самолет сегодня? Я не поняла. Ну, вроде бы нас регистрируют. Это еще ничего не значит. Вспомнить нашу последнюю поездку в Тамбул, нас с тобой зарегистрировали, малышка. Все мы с тобой сделали, мы просто не успели на посадку. Поэтому пока мы не сядем в самолет, чтобы я не слышала никаких, неужели в самом деле мы успели в самолет. Да, 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 ну все. Так, смотрим джинсы «Блондинки». Классные? Да, классные. Я надеюсь, я скоро похудею до такой же степени, как ты. И будешь нагонять, да? И вот, да, поднашивать твое шматье. Вот она, вот она заветная штучка, ради которой это себе покупается. А Дашка, кстати, моя, не любит бренд Лоэвы, представляете? Друзья, ну что, покажу вам самые вкусные десерты во Франции. Пожалуйста, крем-брюле. Я не знаю, как это все называется. Верила, это все безумно, вкусно, безумно. Так, няня Света, отойдите. Кыш, кыш. Это все вредно, это вредно. Смотрите, какая красота. Ой, вот любимые фрукты лича. Да, мы сегодня приехали на обед в Лизах. Эль, боже мой, ага, креветочки. Боже, чего тут только нет, крабики. Ой, это, кстати, жарятся мои лагустинчики. Няня Света, опять вы... А вот это мне, понимаете, нету, нет грибному супу, нет, нет пиццы, ничему нет. Все, вот мне, пожалуйста, немножко листочков. Потому что Милана тоже, кстати, иногда себе позволяет лишнего и растет, как на дрожжах. Боже мой. Друзья, я надеюсь, вы видите размер этих хлопьев, которые валятся с неба. Такая красотища, прям зимушка-зима. Стой, Дедушка Мороз, не падай. Ой, ну все, завтра покатушки будут просто нереальными. У меня новогодние покатушки. Это самое кайфовое. Мы сегодня переехали. Аллилуйя, наш любимый, Six Senses, который находится внизу. Можно выходить гулять. Забыла вам показать прекрасное лобби. Сейчас мы идем в наш номер. Миша с левушкой катается. Даша, к сожалению, заболела. Не смогла прилететь к нам. Но она должна была сегодня. Мы очень надеемся, что все-таки она оклемается и прилетит завтра. Ребят, ну что, погнали в рум-тур. Значит, сноуборд, конечно, поедет вниз в локер. Это наши тут вещички. Общий санузел. Дальше гостиная с елочкой. Боже мой, ну смотрите, какая красота. Столовая, кухня, гостиная, терраса. Кстати, очень тепло. Просто нереально тепло. Видите, я вот хожу в одной кофте. И то мне даже жарко. Пытаюсь подняться на гору. У нас, значит, вот такой вид. Ну не могу сказать, что вау. Но тем не менее, какой есть. Зато, ребят, мы в самом низу куршевеля. Можно ходить, гулять, а не ждать. Постоянно это такси, который тебя куда-либо отвезет. Вот это, значит, у нас мастер спальня. Значит, будет туда выходить два балкона. Идем дальше. Ну вот, собственно говоря, это мастер спальня. С балконом, с терраской. У них новые тапочки стали в сексенсус. Такие холщовые. Подушечки красивые. Боже мой, как все красиво. И мимимишно. Мы, кстати, в этих апартаментах отдыхаем. Уже, ну я имею в виду, в этой сети уже несколько лет. Идем дальше. Это у нас будет комната Левушки и Светы. Ванная. Все прекрасно. И еще одна комната Дашули. Очень надеюсь, что она приедет. В самом конце апартаментов Даша очень любит, чтобы ее никто не видел. И она тоже никого не видела и не слышала. С раковинкой тоже душ и туалетик. Друзья, Новый год закончился, поэтому надо приступать к любимому процессу. А именно поддержание себя в форме. Поэтому я пришла в зал. Как вы можете увидеть, я здесь буду одна. Боже мой, какое счастье ни души. Смотрите, круто же, да? Я еще с собой резиночки взяла. У них здесь вообще все есть. И тяжелые мечи, и мои гирьки. Боже мой, и TRX, и всевозможные гантельки. О, сексенсус, I love you. Да, я же вам сказала, что мы переехали в отель сексенсус. По-моему, да. Здесь, кстати, в этом отеле именно апартаменты. Куда входит завтрак. И внизу классный ресторан Сумасан. Все, у меня сейчас дорожечка, немножко гантельчик. Ребята, всем здоровья, не болейте. И не забывайте следить за собой. Особенно те, кто, так же, как и я, любит пожрать в праздники. Что ты хочешь, да? Ана Марко Пол, ты хочешь мне показать, какая красивая Аленушка, Иванушка. Ребята, питерцы, кто здесь живет. Как вы терпите этот холод. Боже мой, я так давно, мы две минуточки подождали. Вот молодого человека на улице. У меня просто свело все конечности от холода. Шапка. Я даже не могла расстегнуть чемодан, достать шапку. Я за воду моталась, я шарфик. Боже мой. Ну что, ну мы безумно рады, на самом деле, несмотря на такую морозную погоду, что мы приехали в Питер. Да, Питер! Встречайся. Сейчас пойдем гулять по Питеру, ходи дальше, мерзнуть. Нет, слушай, я кончистила. Нет, мы сейчас едем на обед, потом у нас выставка. Да, по-моему, мы едем на обед, потом, я надеюсь, мы доедем до выставки. Между всем этим как-то встретимся с Викой, нашей любимой портфорной. Как вообще непонятно. И что нас может не радовать, у нас прямо в отеле открывается ресторан, я в босоножках, но она в туфлях, да, поэтому, в общем, мы не замерзнем. В туфлях? В туфлях. В туфлях. В туфлях, прием-прием, первый-первый, я второй. Так, ребята, ну что, мы приехали в первый ресторан. В первую локацию. Да, первый ресторан, к которому мы приехали за сегодняшний день. У нас сегодня будет их несколько. Мне кажется, тебя не слышно. Варят кофе. Здравствуйте. Здравствуйте, очень красивое место. Привет. Здрасте, здрасте. Ну, рассказывайте про ваше мясо. Выдержка, это красная история. Это, по-моему, один из самых крутых посадочков в Питере. Они единственные, кто ищут по всей России, местные породы. Ворачивают их, забивают и выдерживают. Такое среднее, то есть, где можно, это именно с Питера. В общем, ребят, сейчас нас просто разводят конкретно, чтобы мы попробовали мясо. Мы с Миланкой мясо не едим, но говорят, что это будет что-то вообще невероятное. Вот, собственно, жарится этот кусочек мяса. Мы пока подумаем, готовы ли мы себе позволить. Так, ну, я смотрю, что здесь обжарка мяса происходит немножко другим способом, нежели чем везде. Правильно? На углях. Сама идея, когда готовятся большие стейки, это запечатать на углях, сделать корку. И после этого, чтобы сок сохранялся, и томиться. На томице это в районе 37 минут, чтобы достичь оптимальную прожарку. Это медиум. Для вырезки для Нью-Йорка это самое. Это золотая середина, это баланс. И золотой треугольник, с этим, в пожарке. Блядь, ну, это, наверное, самая большая пицца, которую я когда-либо видела. Милан, ты видела пиццу больше? Благодарю, которую ты когда-либо видела. Приложи в кто-нибудь. Что сделать? Руку. Чтобы было понятно. Надо понять размер. Предлагаю рядом лечь вместе с ней. Может, девочка? О май гад. Ну, я думаю, мы справимся, да, Милан? Нет, нет. Там нужна ваша помощь. Приезжайте, мы находимся в ресторане Марка Пола и ждем вас, Сэр. Ну, когда укрепить, нас уже не будет. Да я шутка. Да я шутка. Да я шутка. 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 И вот в таких кабинках поднимаются горы. Это Филипп, наш инструктор любимый, который научил круто кататься Лео. Say hi to everyone on my YouTube channel. Hello to everybody. Вот это, кстати, такой знаменитый барчик. Здесь, видите, он пока закрыт. Наверное, отгроется часа в 4. Люди будут спускаться с гор и здесь попивать глинтвинь. Когда на улице очень холодно, можно закрываться в кабинках. Так, это у нас так называемая центральная улица. Круазет, на которой расположены все бутики. Пуччи, Монклер, Луи Виттон, Диор, Фэнди. На параллельной улице у нас еще расположен Гуччи бутик. Дети Диор сделали вот такую красивую инсталляцию перед своим бутиком. И сейчас я вам дальше покажу Луи Виттон. Ой, какая красота. Красотища. Так, уже привезли новую круизную коллекцию. Зайдем с вами ее обязательно посмотрим. Поднимаемся на Биолей. Немножко прокатимся и пойдем обедать. Напишите мне в комментариях, кто боится высоты. Так вам такой вид. Тебе не страшно? Ну ты-то у нас вообще бесстрашный малый, Лео. Тебе не страшно. А у меня от страха слезы текут. Если я на лыжах, значит, да. У нас, значит, Филипп на лыжах, Миша на сноуборде, Лео на лыжах и я на сноуборде. Так, так, так. Боги мои, боги мои, боги мои, такой красивый. Привет. Привет. Ну дай, 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 дай. Вау. Вау. Есть килограмм. Вау, браво. Кто таким пассажерским? А? Чего? А это если мы наберем сколько там лайков, то я сниму об этом видео. А, да? Ну давай мы с тобой тоже чмойки-чмойки. Давай. Я тоже, кстати, похудела. Минус 15. Видно. Ну я вижу, ножки хутенькие стали. Не, ну не 15. Минус 10, да? Ну мне кажется, минус 7 где-то. Ну ты очень сильно похудела на самом деле. Я из-за смушки не вижу тебя. Так, друзья, если вы думаете, что потерять 10 килограмм и при этом отказывать себе в пицце, возможно, то нет. Вика не отказывает себе в пиццу, продолжает худеть. А вот Миланка тоже сегодня пиццу отведала. Отказка. Главное успеть до 6 вечера. Да? Или наоборот. У тебя интервальное голодание? Да? Жесткое. Да, и у меня то же самое. Так, и самый главный вопрос, какой у меня остался для сегодняшнего вечера, успеем ли мы все-таки доехать на выставку вот этой вот девушки, да, замечательной. Как ты думаешь, Милан? Я думаю, нет. Ваши ставки. Без вариантов. Ну а я все-таки надеюсь. Так, ну что, мы прощаемся с Викой. Пока, пока, пока. Девчонки, пока, пока. Все, до встречи. Мне мешать проехать. Милан, не отпускай ее, не отпускай. Не уезжай. Не уезжай, я тебе все прощу. Все, уезжай. Пока. Пока, крошка, пока, пока. О, музыка, все как надо. Так, ну что, диско-шар есть? Свечи, свечи. Диско-шар есть, ребят. Зеркало есть для фоточек. Так, чем перекусить тоже есть. Милан, твои любимые рамбутаны. Водичка. Где пищные рамбутаны? Это, блин, я зашел. Спешл фрут. Это не пешл фрут, ладно. А как? Это спешл фрут для тебя. Ну, короче, ладно. Это мой любимый фрукт. Это марафуэ. Так, что у нас тут с видом? С видом у нас... Жопа. Хреново, хреново. Вид на машины. И вот там где-то виден Исаакиевский забор. Так, я не понимаю, Милана, почему ты нам не взяла какой-нибудь супер... Супер-рум. Супер-мега. Супер-лакшери. Супер-присупер. Ну, не шмагла я. Не шмагла. Так, ну что, друзья, это у нас, собственно, ванная. Ванная комната оказалась достаточно просторной. Это я сейчас буду мыть голову. Потом я буду красить Миланку. Да, именно так я сегодня делаю макияж Миланке. И вы видите, как круто я умею реально это делать. Ну, собственно, туалет. Вот здесь, ну, типа, прям вот так вот душ и ванная. Ну, в принципе, неплохая задумка. Вот, ну, собственно, весь рум-тур. Мы пошли собираться. Скоро увидимся. До новых встреч. Так, ребят, ну, в общем, нам предстоял, или вернее, предстоит переезд второй раз за наш отдых. Первый раз мы переезжали из отеля. Вот у нас булочки. Это мы подкармливаем наших тренеров, да? Светлана. Сейчас Лео приедет. Светлана тут немножко приболела. Так, уже половину вещей забрали. И мы переезжаем в другой номер. Так, и мы сейчас с вами пойдем смотреть новый номер. Сейчас я дождусь мальчика. Мы сейчас живем в блоке Б, а пойдем мы с вами в блок С. Средняя стоимость номера вот такого. Но это мы не берем предбанник сюда. У нас в эту нашу стоимость не входит. Номера с тремя спальнями и гостиной составляет... Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Только мне, видите, легкий бардачок. Бардачок составляет, ребятушки, чуть не упала я сама, 3,5 тысячи евро в сутки. Ну, это три спальни, гостиная. Я вам хочу сказать, что до этого мы жили в отеле Палас Денеш. И за два номера у нас получалась примерно такая же стоимость, такая же сумма. Здесь, кстати, завтраки тоже входят. Вам их приносят в 7 утра в красивой плетеной коробке. Вот. Так о чем я? В Палас Денеше у нас еще был включен ужин. Но ужины ужасные, невкусные. Даже мне, любительница рыбы, эти ужины абсолютно не зашли. Она какая-то вся перемороженная, невкусная и так далее. Да, да, не смотрите так. Кровать я сегодня не заправляла. Потому что у нас время 10 утра, и мы сейчас переезжаем. Я быстро переношу вещи и отправляюсь вместе с вами на дальше запись нашего влога. Опять, ну что, начнем с вами рум-тур? Здесь у нас что? Ой, Света, как здесь классно. Зато здесь есть целая кладовка. Ладно, здесь есть радиомашинка. Там логильная целая. А вообще? Вообще, а почему мы платили такие же деньги, но жили абсолютно в другом... Ребята! Вау! Не сравнится с нашим номером. Отдельная постирочная. Боже мой, боже мой, как красиво. Везде зеркала, картины. Ну, блин, и почему? И даже есть, наконец-то, большое зеркало, где я могу делать свои луки. Фото, а то мне все время не хватает. Так, это, наверное, мастер-бедром. Да, как классно. И, как всегда, хочется сказать, что жалко, что не приехала Дашуля. Хотя, может быть, и не мастер, потому что раковина небольшая. Давайте смотреть дальше. Света, я реально заблудилась. Так, а здесь что? Здесь еще одна комната? А, здесь туалет отдельный. Блин, ребята. Просто я жестко заблудилась. А здесь, получается, нет туалета? Офигеть, офигеть. Еще одна спальня. Ой, какой прикольный потолок. На будущее мы будем выбирать номер, где нам жить. Потому что вот этот номер намного круче, уютнее. Огромное количество сковородок. Смотрите, какая красивая, красивый комод, книги, какая-то инсталляция на стене. Сейчас мы с вами пойдем, конечно же, на балкон. Ребят, вот как вы, вы понимаете, какой дурдом? Это все наши вещи. Это еще не конец. Вот, наверное, все-таки мастер спальни. Ну, здесь, правда, меньше балкон, да и бог бы с ним. Ну что, не прошло. Собственно говоря, нескольких часов мы вышли на улицу. Причем я переоделась в Дашкин комбинезон. Дашка не приехала, а я ей привезла целый чемодан, зимние одежды. Надо жирку отвыгуливать. Поэтому у нас появилась возможность пойти завтра на озеро. Но единственный момент, мы, конечно, будем следить за погодой. Если погода восстановится, то дрон меня отвлекает, то тогда мы пойдем. Поэтому я решила пойти купить себе классные ботинки, с которых мне будет удобно идти в гору. Потому что, конечно, монбутые обувь очень теплая, но, боюсь, для подъема в горы будет не совсем удобно. Поэтому предлагаю вместе с нами отправиться Лео куда? На мамин мой... Не на мой любимый шоппинг. Какой любимый? Кому вчера купили кеды Диор? Ага. Кому купили костюм Зене? Ну, папе хорошо купили. И пойдем тебе еще что-нибудь купим. Давай я переворачиваюсь. А вот и оператор сегодня у меня. Смотрите, какой красивый. В модном комбинезоне. Парос, где-то минус 50. Да? Я тут 100 курточек, она четкая. Он не придумал. Зато смотрите, какая красота. Все белые. Зато! Бело. Ну что, мне кажется, Прадо нам рада. Пойдемте померяем. Очень даже мне нравится. Отряхивайся. Отряхивайся. Слушай, ну что у меня есть? Ну, конечно, это вообще просто бестселлер. Это зимы. Это панамки меховые. Они стоят район 960 евро. Сумочки. Вообще, я пришла померить какие-нибудь меховые кроссовки, в которых я завтра смогу идти в гору. Может быть, кстати, такие? Нет, не слышу. Так, ну, ночнушечка, я уже знаю, стоит в районе 5000 евро. А вот шубейки, не знаю, не знаю. Вау, как круто. Так, ребят, я купила вот такую же майку. И, наверное, я хочу попробовать, надеюсь, вот так. Надо прямо срочно все это померить, посмотреть. Сапоги, кстати, тоже классные. Такая разная красота, ободочки. Кстати, у меня такое было от Миу-Миу. Я ее кому-то подарила. Зачем? Не знаю. Так, ну что, друзья. Нравится, конечно, мне коллекция Прадо в этом году. Платье стоит в районе 13500 евро. Футболка укороченная версия 690. Длина, наверное, будет где-то 1000. Полупальто за 6300. Пижамка и страз за 5000 евро. Вот эти платья-ночнушки тоже в районе 5000. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Мне кажется, вот это мне точно надо померить. Хочу вам сказать, что в этом году, пожалуй, в Куршевеле у Прадо самая красивая коллекция, самая носибельная, но в силу праздников. Потому что у вас может быть Новый год, впереди 8 марта. Пока я отмонтирую влог, уже, конечно же, даже старый Новый год закончится. Но все прям красивое, носибельное. Пижамы, смотрите. Такие полупальто, юбки, блузы, сумки. В общем, мне все нравится. Ребят, ну и, конечно, в мужской Праде тоже быть. Причем модели обуви очень похожи на женские. То есть не стали заморачиваться. Ну, я имею в виду именно с зимней историей. Монбутами. Кстати, очень классный мужской пуховик. Он длиненый и шатка тоже крутая. Ребята, я влюбилась. Смотрите, какая она мимимишная вообще. Они есть разных цветов. Так, 2,200. Ну, вообще, какая она вообще шляткая, шляткая. А-а-а, еще одна любовь. Вот. Ну, вот это, конечно, более актуальная модель, потому что такая у меня есть меховая желтая. А вот такой у меня еще нет. Ребята, вот юбочка за 5,500 евро. Ну, по моему мнению, это полный трешняк. В принципе, смотрите. Запоминайте конструкцию. Можно, мне кажется, сделать самим. А еще знаете, в чем прикол? Вот это все так заляпывается, что надо постоянно натирать. Но, видимо, еще плюс к цене за то, что идут шелковые трусики. Потому что юбочка очень коротенькая. Не, она кайфовая, конечно. Кто может себе позволить с фигурой и с деньгами. Это, мне кажется, будет смотреться супер. Но у меня нет времени померить, потому что Лио уже возмущается. А 5 тысяч на юбку я тратить не готова. Смотрите, наше-то наше, наше, наше. А теперь меня покажи. Давай, конечно, я вам покажу нашу вторую. Любовь Андреевна. Боже мой, а вы прекрасны. Мы, наконец-то, вас лицезреем в платье. Любовь Андреевна на каблуках, в босоножках. Минус 10 килограмм. Девочки, завидуем. Молча, молча. Ну что, Милан, проходи на кухню, начинай готовить. Я раздеваться и съеду на кухню. Ты же это любишь, мы знаем, да? А вот это все лучше не есть. Мальчики и девочки. Это просто для красоты. Это муляж. Ресторан называется, как правильно? Пресас, 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 пресас. Вот, собственно, меню. Оно достаточно небольшое. Сейчас будем мы это все пробовать. Ну что вам сказать, нас здесь просто кормят на убой. Гребешок. Актобус, мясо. В общем, вот так красиво сидим. Увешивительная гриб. Нашим летним рождением. Девурождение. Задувай. Не забывай желание. Ребят, ну это нормально сегодня. Все снегом закружило. В Диор мы, конечно, тоже зайдем. Ой, в Диор господи ты боже мой. Луи Виттон. Ну я думаю, завтра. Потому что это такой снегопад, что я боюсь уже даже домой не попасть. Все заметает. Куршевель просто заметает снегом. Ну красота же. Вот это я понимаю. Зима в Куршевеле. Что было до этого две недели, вообще непонятно, ребят. Я даже не помню, когда я надевала капюшон сверху на шапку. Но зато красиво, красиво, все снежно. Куршевель. Так, ну все, в общем, трамплин закрывается прямо на наших глазах, ребят. Снегом завалила Куршевель. Диор классная мужская коллекция. Кто катается на сноубордах, welcome. Друзья, ну конечно, самое божество происходит в бутике Диор. Самая красота. Безумная. Боже мой. Если вам есть куда это все носить, то, конечно, welcome to Dior. Так, кажется, нравится мне этот тренд опять на колготке-сетку. Да, кстати, золото превалирует в коллекцию у Прада, в коллекцию у Диор. Монограммы я уже не люблю, поэтому проходим мимо. Так, друзья, ну продолжается обзор коллекции. Собственно говоря, это просто круизная коллекция Диор, посвященная Испании. Нет никакого названия. Шляпка стоит примерно 900 евро. Вся эта красота. Кто любит красные, черные сочетания, то вам, конечно же, в Диор. Ну и, конечно же, сутки Shopping Back. Они никуда не делись. Я с ними периодически летаю. Не могу сказать, что каждый раз. Она, в принципе, одна из самых удобных моделей. Так, ну в общем, у нас вчера я вам не показала. У нас Леонард Михайлович. Наташа почему-то думала, что у нас есть все. Нет, мы немножечко по другому бренду раньше выступали. Да, теперь мы любим Диор. Так, друзья, ну что, Крышевиль, конечно, утопает в снегу. Но при этом все тает. И я вот думаю, пойдем мы с вами смотреть новую коллекцию Louis Vuitton, которую так мощно распиарили совместно с художницей Куасама. Да, нет, не знаю. Да, нет, не знаю. Ну давайте зайдем уже в борт с ним. Давайте посмотрим, что там есть. И поставим на этом жирную точку шоппинга. Красивый кардиган. Коллекция совместной с Куасама. Две триста. Юбки джинсовые. Очень красиво. Вот это прям, прям реально piece of art. Так, 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 Леонард Михайлович. У нас вот такая небольшая распаковочка произошла. Журнал Диор, так. Вау, your sweet shirt by Christian Dior. And where is your sneakers? Christian Dior. Друзья, вот это самый кайфовый вечер, когда много детей, все на какой-то своей программе. Мишка кайфует. А мы готовим углеводы. Одни сплошные углеводы. Да, Света? Друзья, всем доброе утро. Вот мы уже собираемся выезжать в Москву. Вот, решил быстренько вам показать в отеле спа. Сейчас мы туда с вами как раз поедем. Собственно, вот я уже здесь. Сейчас посмотрим. Спа, вот же, раздевалочка. В общем, мы сегодня с вами первые здесь. Так, здесь у нас сауна. Как жалко, что нет времени. Вот, собственно, зона бассейна. Так, смотрите, есть хамам. Я, на самом деле, больше люблю хамам, чем баню. Вот, а все достаточно приятно, мило. Симпатичненько. Какая-то зона для отдыха. Так, друзья, еще хочу заехать вот сюда, вот на восьмой этаж. Посмотреть террасу и панорамы. Так что едем. Что, понимаемся с вами за красотой утренней. Сейчас время 9 часов утра. Вау. Красиво. Ну-ка. Ух. Ну что, ребят, доброе утро. Смотрите, как здесь красиво. Снега, правда, навалило немерено. Вот. Будет пройтись дальше нереально, учитывая, что я вообще в шлепанцах. Ну, вот такая вот здесь красота. Ну, в общем, позавтракать мы не успели. Мы схватили себе по кружке чая и сейчас ждем машину. Самолет у нас через час двадцать. Вот, надо успеть обязательно. Ну что, говорим о этому прекрасному отелю. До свидания. Упакуемся машину. Спасибо. Куршавель, пока-пока. Ребят, наш флот подошел к концу. Извините, пожалуйста, хотела больше вам показать, но заболела. И последние несколько дней провалялась в кровати. Тут вовсю буйствует грипп. Но, в принципе, так же, как, мне кажется, во всем мире. Поэтому пролежала самой дурацкой температурой 37,3. Представляете, заказала катание на снегокатах. Специальный пикник хотела вам показать, какие еще активити можно поделать в Куршавеле. Забронировали классный новый ресторан, где можно самим готовить. Но, видимо, придется сюда вернуться, чтобы я вам все это показала. Так что через год, видите, голос еще не восстановился. Через год вернулся опять в Куршавель. Потому что этот курорт нам нравится больше всего, потому что здесь классные трассы. Голубые, зеленые. Мне не страшно по ним носиться. Плюс здесь сложно заблудиться. А, кстати, по поводу трасс. В середине влога я спрашивала у Мишеля, сколько стоит скипас. Он сказал, там 250-300 евро на неделю. Нет, ребят, скипас стоит гораздо дороже. Три долины в день на взрослого стоит 70 евро, а на ребенка 60. Ну, соответственно, если вы будете покупать на неделю, то там будет небольшой дискаунт. Либо можно купить скипас. Скипас это то, чтобы вы могли пользоваться подъемниками в горах здесь. Можно купить скипас, если вы не катаетесь, для пешей прогулки. Это будет стоить 11 евро. Ну что, ребят, пока-пока. До встречи в новом блоге. Не забудьте подписаться на меня, поставить колокольчик, уведомления по поводу выхода нового влога. Лайкайте, пишите комментарии. Я их все всегда читаю. Мне безумно приятно, что мы держим такую связь. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok